Два года на грани жизни и смерти. Трёхлетнему Матвею из Луганской области понадобилась срочная операция на сердце после сложнейшей борьбы с раком. Денег на оклюдер, устройство для устранения порока, а это десятки тысяч гривен, семья не могла найти. История борьбы за жизнь в сюжете Виктории Чистюхиной. В два года у Матвея обнаружили рак. После длительной химиотерапии ему удалили левую почку. Но на этом испытания не закончились. Во время обследования врачи выявили порок сердца. Малышу предстояла ещё одна операция. И делать её нужно было как можно скорее. Дефект нарушал работу кровообращения в организме. Но стандартное хирургическое вмешательство ребёнок мог не перенести. Установить оклюдер, который закроет порог – единственная возможность спасти ему жизнь. Десятки тысяч гривен столько стоит имплантант. Семья Дирун таких средств не имеет. Живёт у линии соприкосновения в селе Тарасовка Луганской области. Работы нет, а война сделала жизнь невыносимой. У нас поганые дороги поразбивали после этой войны. До нас может не поехать даже Киев нам повезти в село. По государственной программе детей из Донбасса оклюдерами не обеспечивают. А таких пациентов только в Киевском центре сердца почти каждый десятый. Обращение на горячую линию штаба Рината Ахметова для Татьяны было последней надеждой. Если бы действительно нам не помогли, то есть мы бы сидели дома, ждали бы смерти. А так спасибо огромное. Перед операцией Матвею нужно было восстановиться. Мы должны были набрать 14 килограмм хотя бы. После химии мы очень не веселые, есть не хотели. Для нас важно знать, что у него нет уже никаких онкологических проблем. Мы, конечно, немножко по-особенному относимся к этим детям. Они требуют более щепетильного подхода. Оклюдер установили успешно. Мальчик уже может бегать. Кто тебе поставил? Оклюдер. Оклюдер, ты даже слово запомнил? Да. А куда поставил? Моторчик. Именно так ребенок называет устройство в своем сердце. За последний год он впервые начал улыбаться. Спасибо, Леонид Леонидович, вам огромное. Если бы не ваша помощь, не моя бы дитина, не много других бы, не было бы ни сердечко моего сонечка. Врачи уверяют, для малыша абсолютно безопасны физические нагрузки. Он ведет себя полноценной жизнью. Без каких-либо ограничений физических. И не будет у него большого разреза нагрузки. Матвей скучает по бабушке и с нетерпением ждет встречи с ней. Привет, бабушка. Виктория Чистюхина, Евгений Якунин, телеканал Донбасс.